Этой ночью в Екатеринбурге на старой сортировке, неподалече от перекрестка Таватуйской и Маневровой, едва заживо не сгорел, простите уж за подробность, голозадый бородатый охранник местной парковки, предположительно не санкционированный. Во тьме кромешной он задремал, и даже боющие за порогом цепные псы разбудить его не смогли. Пожарных вызвал в час ночи автомобилист, подъехавший к парковке. Сторож, у которого пламя серьезно ноги опалило, сам выбрался из пылающей старушки, правда практически в чем мать родила, без портков, но в майке, бедолага еще и дерюшку с собой прихватил, чтобы худо-бедно тело свое в нее обернуть. Выбравшись из старушки, охранник успел сообщить пожарным о газовом баллоне внутри, и взрывоопасный агрегат удалось вовремя извлечь и бросить его охлаждаться в большую мутную лужу по соседству с дымным домиком. А пока огнеборцы рукава пожарные раскатывали, да бронзбойты к ним прилаживали, врач, прибывший на место бригады скорой помощи, осторожно вывел из окрестных кустов и под руку проводил бедолагу к реанимобилю, этого самого голозадого мужика. Тот с трудом обожженными ногами перебирал и босыми ступнями брел по камням и по лужам. В предположении о том, что сторож на боевом посту был в стельку пьян, Погорелец сам категорически отмел, сообщив пожарным о том, что он, дескать, не бухает из-за того, что у него царос печени. А все его документы в дымной сторожке погибли. Погорелец с тяжелыми ожогами сам забрался в реанимобиль, напоследок очень откровенно сверкнул во тьме неприкрытой задницей, и его в сороковую больницу лечить ожоги увезли. Охранять опустевшую будку остались два лохматых барбоса на цепи. К счастью, огонь до них не добрался, а пожар в сторожке до того напугал блохастых охранников, что они даже на чужаков не огрызались. Забили свои будки и помалкивали, сверкая во тьме грустными собачьими глазищами.